Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первое видео авторынок. Кстати, если вы еще на нас не подписались, рекомендуем это сделать. На канале много интересного и полезного обо всем, что касается выбора и покупки поддержанных автомобилей, в том числе и обзора в различных форматах. Ну а если вас интересуют наши вакансии, либо автомобили в наличии, все это вы можете найти, пройдя по ссылочкам, которые будут в описании под видео. Герой нашего сегодняшнего обзора это автомобиль бизнес-класса корейского происхождения. Когда эти машины были новыми, их основным конкурентным преимуществом выступала цена и хороший уровень оснащения. Конкурировать эта машина была призвана с бестселлером рынка Toyota Camry. И, надо сказать, на вторичном рынке автомобили не растеряли своего главного ценового преимущества. А вот о том, какие плюсы есть у этого автомобиля и чего, возможно, стоит опасаться, прежде чем сделать выбор в его пользу, мы сегодня поговорим. Встречайте, Hyundai Sonata, седьмое поколение. Седьмое поколение большого седана Hyundai Sonata в кузове LF появилось в 2014 году. Однако на нашем рынке эта модель появилась гораздо позже. Вместо нее с 2014 по 2017 год продавался другой седан с наименованием i40. В Россию Sonata как модель вернулась только в рестайлинговом варианте, а выпуск этой модели завершился к 2019 году. Так что продавалась она у нас всего ничего. Из всей обширной моторной гаммы этого седана для России было оставлено два, пожалуй, наиболее оптимальных варианта. Оба мотора бензиновые. Двухлитровый выдавал 149 лошадиных сил и двигатель объемом 2,4 литра выдавал 188 лошадей. Коробки передач у Sonata только автоматические шестиступенчатые, а привод сугубо на переднюю ось. Наш сегодняшний экземпляр 2019 года выпуска с двигателем 2.0 на 149 лошадиных сил. Одного взгляда со стороны становится достаточно, чтобы понять Sonata крупный автомобиль. Длина от переднего бампера до заднего 4,85 метра, ширина 1,86 метра, а высота седана 1,47 метра. При этом колесная база здесь 2,80, что предполагает наличие достаточного запаса для ног задних пассажиров. Снаряженная масса 1535 килограмм, что на самом деле не много, а максимально разрешенная полная 2,30 тонны. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, ток окрашен соната 7-й генерации абсолютно стандартным для большинства современных машин тонким слоем. Разброс поколзаний прибора для родной краски в данном случае будет лежать в диапазоне от 85 до 100-110 микрон. В том, что касается качества окраса, нареканий на самом деле практически нет. Кузов оцинкован и, соответственно, хорошо сопротивляется коррозии. Единственным слабым местом здесь можно назвать тускнеющий хром внешней отделки. Обзор автомобиля внутри начнем с багажника, поскольку большой седан может претендовать на роль единственного автомобиля в семье. Каталожный объем багажного отделения у соната 7-й генерации 510 литров. Доступ нам открывает довольно массивная крышка багажника. Кстати, открыть его можно либо с ключа, либо из салона, но никак не с самой панели. Панели вооружимся рулеткой и посмотрим, как обстоят дела с линейными размерами. Проем багажника довольно широкий. В его верхней части это 117 сантиметров. Высота багажника от фальшпола до крышки порядка 53. Ширина по полу в более узкой части 110 сантиметров. А вот длина багажника здесь впечатляет. Это 110 сантиметров. Если вам нужно увести длинный груз, вы можете сложить спинку заднего сидения. В этом случае вы можете ввести здесь нечто длиной практически до 2 метров. Это до спинок передних сидений. Ну а если груз будет узким и длинным, то просунув его между передними креслами до передней панели. Ну а максимально длинный груз, который вы увезете здесь, протолкнув его до передней панели, это 2,60. Что касается дополнительных фишек по багажнику. Во-первых, у нас есть ручки, которые отпускают фиксатор спинки заднего сидения. Второй момент. Присутствует ручка аварийного отпирания лючка бензобака. По обеим сторонам боковых панелей багажного отделения у нас присутствуют довольно удобные крышки, которые открывают доступ к лампочкам задних фонарей. Весьма предусмотрительно со стороны производителя. Ну а под фальшполом располагается полноразмерное запасное колесо плюс комплект штатного инструмента. Таким образом, можно констатировать, что по меркам седанов багажник у Sonata 7-й генерации на самом деле большой и практичный. Что касается интерьера Sonata 7-й генерации, то внутри этот автомобиль очень напоминает другие модели Hyundai этого периода. Здесь есть много чего напоминающего Hyundai Solaris и много чего напоминающего Creta. Сказывается унификация модельного ряда. Но в плане пространства внутри, если не считать довольно низкого потолка, хотя запас над головой все же присутствует, придираться особо не к чему. И в ширину, и в длину здесь достаточный запас пространства. При моем росте 1,86 м мне быстро удалось подобрать удобную посадку за рулем. Салон здесь полностью кожаный. Кресла не сказать, чтобы особо мягкие, зато имеют явно выраженный профиль и боковую поддержку. Особенно это чувствуется спиной. Регулировки сидений механические. И в данном случае я выбрал далеко не весь диапазон. А вот сейчас я отодвинулся максимально назад. И при таком варианте я еле-еле дотягиваюсь носком полностью вытянутой ноги до моторного щита. Так что для более привычной посадки мне все равно придется пододвинуться ближе. Рулевая колонка тоже имеет механическую регулировку как по вылету, так и по наклону. Причем диапазон регулировки на самом деле очень и очень большой. Все вместе это позволит устроиться за рулем водителю практически любого роста. Опоры под локти здесь достаточно. Это касается и подлокотника на дверной карте, и подлокотника на крышке центрального бокса. И тот, и тот отделан кожей. Хотя подлокотник на двери довольно-таки жесткий. А вот пластик в салоне, несмотря на то, что выглядит он не особо вычурно, на самом деле мягкий и податливый. Это касается по всякому случаю верха дверных карт и приборной панели. Хотя козырек выполнен из твердой пластмассы, как и все, скажем так, второстепенные элементы. Руль имеет кожаную отделку, при этом он не скользкий, небольшого диаметра и очень даже хваткий. В плане клавиш не сказать, что здесь перегруз разного рода кнопочками. Салон Sonata не перегружен. Здесь стандартный блок управления стеклоподъемниками. Причем водительский стеклоподъемник единственный имеет автоматический режим, центральный замок и регулировка боковых зеркал плюс складывание. Слева от руля у нас регулировка яркости подсветки приборов, корректор фар, клавиши открывания багажника, выключение системы стабилизации и клавиши открывания лючка бензобака. Под рулевые переключатели типовые, точно такие же вы увидите в Солярисе, в Крете и в остальных моделях концерна. Присутствует мультируль, левая сторона это мультимедийная система плюс телефон, правое управление бортовым компьютером. Комбинация приборов здесь простая, читаемая и абсолютно без изысков. Центральную часть занимает как раз таки цветной дисплей бортовика. По правой стороне у нас клавиши управления штатной мультимедийной системой, которая в данном случае уже бесполезна, поскольку предыдущий собственник заменил штатную мультимедиа на андроидовский планшет через переходную рамку. Таким образом явно выиграв функционали. Ну а внизу у нас панель управления кондиционером. В данной комплектации это именно кондиционер, а не автоматический климат. Но реализовано это все дело на самом деле очень удобно. Здесь поворотные ручки, отвечающие за скорость работы вентилятора и температуру. Выбор режимов обдува осуществляется тактильно различимыми большими, подчеркнем это, кнопками. То же самое касается включения подогрева в сидении, кондиционера, рециркуляции, либо забора воздуха с улицы и режима оттаивания лобового стекла. Здесь же подогрев заднего. Внизу консоли у нас прикуриватель, 12-ти вольтовая розетка, выход AUX и USB. Селектор коробки передач с прямой прорезью и кнопкой блокировки. За ним клавиша включения-выключения парктроников и выбора режима работы автомобиля. Что касается бардачков, подстаканников и мест для хранения. Внизу центральной консоли большая полка с прорезиненным основанием. Сюда войдет практически любой смартфон, даже с большой диагональю. Небольшой квадратный кармашек справа от селектора, под сдвижной крышкой два подстаканника. И центральный бокс, где есть своеобразная полочка вставажа. Бокс, кстати, достаточно глубокий и большой по объему. Основной бардачок, напротив, не поражает воображение своими габаритными размерами. Но под документы формата А4 вполне подойдет. На потолке у нас обнаруживается футляр для очков. А внизу дверных карт узенькие карманы, передняя часть которых приспособлена под бутылку с напитком. В плане обзорности маневрировать задним ходом здесь, конечно, помогает камера заднего вида. Изображение с которой выводится на уже нештатный дисплей. Линия бокового остекления довольно-таки высокая. Боковые зеркала имеют скошенную форму и небольшие по площади. Что интересно, несмотря на общее впечатление высокой приборной панели, обзорность вперед здесь неплохая. Подпортят картину широченные стойки, за которыми может припрятаться пешеход. При поворотах следует быть внимательными. Но зато вы здесь видите капот, что вообще на современных автомобилях встречается крайне нечасто. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем ряду. Что касается пространства на заднем ряду, здесь его не просто много, а очень много. При моей регулировке сидения расстояние от коленей до спинки кресла порядка 4 сантиметров запаса. Правда, если утыкаться коленями в сиденье, например, если будет очень рослый водитель или такой же задний пассажир, то это будет неприятно, поскольку задняя часть спинки здесь жесткая и пластиковая. Под левую руку у пассажира присутствует очень удобный на самом деле подлокотник с удобной хваткой ручкой. По центру откидной подлокотник, в котором находится своеобразная форма подстаканник, рассчитанная на установку сюда емкости разного диаметра. А внизу по центру присутствует 12-ти вольтовая розетка. Тоннеля на полу практически нет. Угол наклона спинки не регулируется, но он и так сам по себе довольно удобный. А места над головой в целом достаточно. Так что отправляться в дальнюю дорогу на заднем сидении Санаты вполне себе рекомендовано. Впрочем, было тяжело ожидать другого от седана с колесной базой 2.80. Что касается силовых установок, то из всей моторной гаммы, которая здесь была довольно обширной, для российского рынка на рестайлинговой Санате 7-й генерации оставили только два варианта – G4NA и G4KJ. Первый двигатель имеет объем 2 литра, мощность 149 лошадиных сил. С такой силовой установкой немаленький седан разгоняется до 100 км в час за 11,1 секунды, а максимальная скорость составляет 205 км в час. По конфигурации, этот хорошо знакомый по таким моделям, как Hyundai Creta или рестайлинговый Sportage, либо AX35, двигатель представляет собой рядную четверку с алюминиевым блоком цилиндров. У него цепной привод газораспределительного механизма, стоят фазовращатели на впуске и на выпуске, есть гидрокомпенсаторы. Так что регулировкой зазоров клапанов заниматься не нужно. И самый обычный распределенный впрыск топлива, без всяких ТНВД. Плюс впускной коллектор переменной геометрии, так называемый ВИС. Что касается надежности этого силового агрегата, нужно иметь в виду, что с 2017 года, как раз когда и появилась рестайлинговая Саната, этот двигатель получил маслофорсунки для охлаждения поршней, что позволило отсрочить появление проблемы с задирами. Так что у подобной генерации автомобилей по этой части все должно быть в порядке. Но на всякий пожарный случай, особенно если речь идет про автомобиль с большими пробегами эндоскопии, при покупке лучше не пренебрегать. Что касается ресурса цепи ГРМ, здесь то он очень сильно зависит от режима эксплуатации автомобиля. Были случаи, когда цепь не требовала замены до 250-300 тысяч, а бывало, когда приходилось менять цепь по причине растяжения и на пробегах около 150. Также при осмотре подержанного экземпляра, при диагностике, надо обратить внимание на состояние муфт фазорегуляторов. Они на этих моторах далеко не самые живучие. Ну и, конечно же, насос системы охлаждения тоже не может похвастаться здесь безграничным ресурсом. При осмотре лучше обратить внимание на то, чтобы помпа не шумела и, конечно, не текла. Что касается двигателя 2,4 литра на 188 лошадиных сил, который делает эту машину немного резвее, разгон до 100 км в час сокращается до 9 секунд, а максимальная скорость составляет уже 210 км в час. То этот мотор конструктивно похож на двушку. Тоже алюминиевый блок, тоже 4 цилиндра, но при этом он все же сложнее. На 2,4 двигателе присутствует блок балансирных валов и непосредственный впрыск топлива. На нем установлены более продвинутые фазовращатели, которые к большому пробегу могут начать служить источником проблемы. А вот гидрокомпенсаторов на моторе 2,4 уже нет. Принцип регулировки клапанов, подбор толкателей. Ресурс двигателя 2,4 можно было бы признать на самом деле неплохим. В районе 250-300 тысяч эти двигатели ходят. Но если предыдущий владелец пренебрегал регулярной сменой масла или менял его в чрезмерно большие интервалы, да еще заливал некондицию, вполне реально столкнуться на таком двигателе с проворотом вкладышей. Так что от машины с непонятной историей обслуживания, если речь идет про Г4 Каджей, лучше все же отказаться. Что касается коробок передач, то здесь было две модификации для 2-литрового и 2,4-литрового двигателя, соответственно, А6МФ1 и А6МФ2. Коробки похожи и, на самом деле, в плане ресурса очень даже неплохи. Особенно по нынешним меркам эти классические автоматы отхаживают более 280 тысяч километров пробега. Оборотная сторона их сложно упрекнуть в расторопности переключения, зато исправная КПП не особо выдает свое присутствие на борту. То есть переключение вы ощущаете практически сугубо по тахометру. Не особо сказывается на ресурсе и немалый вес автомобиля. Не забывайте о необходимости менять в автомате масло раз в 60 тысяч километров пробега. Ну а перед тем, как посмотреть на седьмую Санату снизу на подъемнике, давайте поговорим про дорожный просвет. Каталожное значение клиренса для этой машины 155 миллиметров. Вооружимся рулеткой и проверим, так ли это. Низшая точка в данном случае у нас располагается под защитой моторного отсека и до нее от асфальта где-то 14,5 сантиметров. Что касается бампера, то сам край переднего бампера находится на расстоянии 17,5 сантиметров от асфальта. А вот резиновый брызговичок ниже 14,5. Расстояние от земли до порога в передней части 17. И та же самая картина наблюдается сзади, но резиновый брызговик висит ниже 14 сантиметров. Ну а расстояние до края заднего бампера 21 сантиметр. Что с учетом немалых свесов этого автомобиля, на самом деле, хоть и позволяет парковаться к бордюрам, но делать это нужно все же внимательно. Что касается ходовой части, подвеска саната 7-й генерации первоочередно ориентирована на комфорт. И со своими задачами вполне справляется. По конструктиву спереди здесь у нас Макферсон. Схема простая. Нижние шаровые опоры в данном случае выполнены с рычагом как единое целое. И по задумке конструкторов меняются в сборе. Стабилизатор поперечной устойчивости расположен на подрамнике перед рулевой рейкой. И доступ к нему для замены втулок весьма затруднен. Рулевая рейка электрическая. Никаких шлангов и сопутствующих им протечек по системе ГУР здесь не будет. В плане ресурса на пока еще свежих санатах этого поколения особых вопросов по ходовой части нет. Во всяком случае на пробегах до 150 тысяч. Что касается антикоррозийной обработки, то здесь местами, там где это возможно увидеть, антикор нанесем. Но как-то очень точечно. Большая часть днища автомобиля в данном случае у нас закрыта защитами. Либо термоэкранами. Но если судить по фрагменту днища, который мы можем увидеть через поврежденную защиту, никакого дополнительного антикора, кроме шовного герметика, на кузове этой машины снизу нет. Также под защитами у нас прячется топливный бак. Он довольно большой по объему. Объем его 70 литров. И сам бак здесь стальной. Зато заливная горловина резиновая. Что касается задней подвески санаты, то здесь кроется как раз-таки ключевое отличие от младших моделей наподобие соляриса. Подвеска здесь, конечно, сложнее. Это многорычажка. По три поперечных и одному продольному рычагу на сторону. Доступ к заднему стабилизатору поперечной устойчивости не в пример лучше, чем спереди. Ну, естественно, в круг все тормоза здесь дисковые. Дополнительная обработка антикором в задней части автомобиля видна только на так называемом тазике запасного колеса. Однако в целом, с учетом еще пока небольшого возраста конкретного экземпляра, в плане коррозии он выглядит абсолютно благополучно. Таким мы увидели сегодня большой седан Hyundai Sonata от корейского концерна. Этот автомобиль 2019 года выпуска с пробегом до 60 тысяч километров. Автоматической коробкой передачи двухлитровым двигателем. Если у вас была или есть подобная машина в пользовании, вы проехали на ней достаточно, и у вас есть чем нас дополнить и в чем поправить, пропишите все это в комментариях. Информация будет полезна тем, кто ищет себе подобный автомобиль. Если же вас заинтересовала конкретная машина, которая была сегодня на нашем подъемнике, то есть приличный шанс, что к моменту выхода этого видео в свет автомобиль все еще будет находиться в продаже. В компании RDM Import в городе Новосибирске все интересующие у вас дополнительную информацию, включая актуальную цену, уточняйте, воспользовавшись телефоном, который будет в описании под видео. На нем же есть WhatsApp, так что звоните, пишите, задавайте вопросы. Если обзор понравился и был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!